Добрый вечер. Я Максим Новый ведущий программы День Люди События. Сегодня мы говорим о событии 5 августа. В декабре 1963 года было принято постановление Совета министров СССР об организации подготовительных работ по промышленному освоению нефтяных и газовых месторождений. В этом документе соответствующим исполнительным органам предлагалось начать проектирование и строительство железной дороги Тюмень-Сургут. Генеральным проектировщиком новой линии стал новосибирский Сибгипротранс. В начале 1966 года на строительство железной дороги Тюмень-Сургут прибыли первые путейцы. Началась грандиозная стройка среди болот и вечной мерзлоты. Первые 215 километров железнодорожной магистрали были построены всего за 21 месяц. По мере готовности основных сооружений последовательно по участкам открывали временное движение поездов. Грузы перевозили преимущественно ночью, а днем на линии работали строители. Постепенно, по мере улучшения состояния колеи, открывали и пассажирское движение, в августе 1969 года на участке Тюмень-Тобольск, в марте 1974 года, до станции Салым. И вот, важнейшая коммуникация, соединившая нефтегазодобывающие регионы Западной Сибири, железнодорожная магистраль Тюмень-Сургут, вступила в строй 5 августа 1975 года, когда первый поезд с многочисленными гостями из Москвы и Тюмени прибыл в Сургут. А следом пришел и первый грузовой поезд с четырьмя тысячами тонн грузов для строителей и буровиков, нефтяников и газовиков. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.